Как у нас в городе обстоят дела с трудоустройством молодежи, агитацией и здорового образа жизни, согласно программы 2018-2022 года. В День российской науки мэр Магадана Юрий Гришан встретился со студентами Северо-Восточного государственного университета. Градоначальник ответил на их вопросы. Жилье для молодых семей, открытие медицинского вуза и трудоустройство выпускников высших и средних учебных заведений. Такие темы подняли студенты СВГУ. По мнению экспертов, актуален вопрос трудоустройства и подъемных выплат. Кроме того, Юрий Гришан отметил, что важно информировать студентов о том, что происходит в жизни города. Отвечая на вопросы, понимаю, что я где-то не дорабатываю в плане информирования студентов о жизни города, о его планах, перспективах и так далее. Поэтому я и дал поручение нашему управлению по связям с общественностью отработать какой-то формат, чтобы мы хотя бы... Не обязательно мэр. У нас есть руководители структурных подразделений, которые бы рассказывали студентам о тех планах, о тех перспективах и решали их вопросы вплоть до трудоустройства. Каждый сказал, если вы не найдете работу, обращайтесь ко мне, я за руку вас приведу на рабочее место и тогда успокоюсь, что вы себя реализовали здесь. Также обсудили цели и задачи современной науки и пути решения некоторых проблем. Студентам такая форма диалога понравилась. По их словам, молодежь напрямую может обратиться к мэру с тем или иным вопросом, и градоначальник поможет. Особенно это актуально для людей, которые занимаются наукой. Это очень здорово, что даже в период ковида можем провести такое мероприятие. Я занимаюсь исследованием курительных трубок, то есть и завоза табака на территорию Магаданской области, ну и в целом Дальнего Востока. Также в День российской науки мэр Магадана наградил благодарностями и подарками за успехи в научно-исследовательской деятельности студентов филологического факультета, политехнического института, института цифровых технологий и института социальных технологий. В поселках Ола и Стекольный при пожаре погибли люди. Следственный комитет проводит доследственные процессуальные проверки. 6 февраля этого года в поселке Ола в квартире жилого дома по улице Лесной родственники обнаружили без признаков жизни тела близких людей. Родственники обнаружили по месту жительства в квартире по улице Лесной в поселке Ола тела мужчины 1986 года рождения и его племянницы 2005 года рождения без признаков жизни. На место происшествия выезжали следователи Ольского межрайонного следственного отдела, которые зафиксировали следы задымления в квартире, а также копоти на предметах обстановки. При первичном осмотре тел признаков следственной смерти не обнаружено. 7 февраля 2021 года в ходе тушения и возгорания квартиры по улице Зеленой в поселке Стекольный Хасынского городского округа были обнаружены тела мужчины 1959 года рождения, женщины 1979 года рождения и ее малолетнего сына 2011 года рождения без признаков жизни. На место происшествия выехали следователи Хасынского межрайонного следственного отдела. Они провели проверку. В результате возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Обстоятельства возгораний в квартирах причины смерти погибших выясняют. Назначили судебно-медицинские экспертизы. Капитальный ремонт Капитального ремонта и создания благоприятных условий проживания граждан была создана региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области, на период по 2044 год». Исполнителями программы являются Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области, а также Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта Магаданской области». Вечерний Магадан решил выяснить у жителей областного центра, знают ли они, когда в их доме начнется капремонт. А вы знаете, когда в вашем жилом доме будет проводиться капитальный ремонт? Через 40 лет, как мне сказали. Мы знаем, только что пришли новые квитанции, которые дополнили 100%, было 200. Мы платили за неполные 40 квадратов, теперь у нас 400. Мы платили всегда вовремя, 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 даже вперед у меня оплачено всегда все. Но я не надеюсь, я не рассчитываю на это ничего. Ну почему? Ну, потому что слишком много домов тех, которые более старые. Билибина 5, он, наверное, не проводился с начала постройки. Вот крышу, да, крышу, кровлю ремонтируют, спасибо им большое. Так что мы тоже так следим. Я так лазила сама на чердак, смотрела, чтобы порядок был, чтобы нигде переделок не делать. Некоторые опрошенные жители областного центра отметили, что у них проводятся мелкие ремонтные работы в подъездах, частичные замены систем водоснабжения и изредка ремонт и кровель. Более сотни домов столицы Колымы при этом все же требуют капитального ремонта. 13 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за весь период, выявили 8 110 заболевших. С выздоровлением выписали 7641 человека. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. Также эксперты призывают в общественных местах пользоваться средствами индивидуальной защиты. При посещении мест с большим скоплением людей необходимо надевать маску, перчатки, пользоваться антисептиком и соблюдать дистанцию полтора метра друг от друга. Мужчинам специалисты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией. Погода в Магадане формируется под влиянием циклона. Он спустился с южных районов, поэтому воздушная масса теплая и влажная. Температура повысилась не только в областном центре и на Охозском побережье, но и в центральных районах Колымы. Однако с потеплением пришел и сильный ветер. Ну да, ветрено. Но всегда, когда у нас возникает такое вот столкновение холодной и теплой воздушной массы, то у нас результатом этого является усиление скорости ветра. Ветер, конечно, как всегда у нас максимальный на Охозском побережье. В центральных районах порывы отдельные до 15, на Охозском побережье 18-23 местами до 35 метров. Ну, это побережье залива Шелихова. По словам специалистов, в ближайшие три дня погода сильно не изменится. Однако к выходным колымчан ждет похолодание. В целом, уверяют эксперты, такие температурные скачки в пределах нормы. В столице Колымы продолжают реализацию национального проекта «Культура». Городские учреждения уже приступили к выполнению запланированных мероприятий. В рамках проекта пройдет и создание модельной библиотеки на базе детско-юношеского центра чтения. Заявку на участие в проекте руководство учреждения подавало в 2020 году. Она прошла конкурсный отбор и выиграла. Сейчас мы уже работаем на стадии заключения договоров. У нас уже часть договоров заключена. Мы в скором времени выйдем на торги, на аукционы. На эти цели, на реализацию проекта модельной библиотеки выделено из федерального бюджета порядка 5 миллионов рублей. Детско-юношеский центр чтения сейчас работает в рамках дорожной карты. Все сроки по ремонтным работам учреждениям соблюдаются. Также хочу отметить и поблагодарить мэрию города Магадана, которая уже часть своего софинансирования произвела. Этим летом у нас было сделано крыльцо по доступности для людей с ограниченными возможностями. Также мэрия выступит в качестве соинвестора, выделит деньги на текущий ремонт библиотеки, то есть внутренняя полностью отделка помещений и фасада библиотеки. То есть, как вы понимаете, на самом деле проект очень большой, масштабный. Модельная библиотека откроет свои двери для читателей 1 октября. Сотрудники учреждения отметили, что для горожан будут созданы комфортные условия. Не только для чтения, но и для работы. Люди смогут использовать современные гаджеты и выполнить определенную работу прямо в библиотеке. Эти возможности учреждение с удовольствием предоставит магаданцам, отметила руководитель Централизованной библиотечной системы областного центра. Вы здесь вставайте.